Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы. Я представляю вам необычный атрибут любой пиратской вечеринки. Вот такой череп. Я покажу вам в этом мастер-классе, как создать каркас такого черепа. Долго над ним мучилась, в голове уже давно сидела эта идея, поскольку не делали такого. И хочется попугать немного детей, задать им адреналина. Но я думала, что это будет просто для пиратской вечеринки аксессуар. Ну, все там должно быть в черепах. Оказалось, что моя дочка подросток тоже, как увидела, просто завизжала от восторга, сказала, что все, это будет мое, это будет стоять у меня как раз то, что я хотела. Ну, в подростковом возрасте, бог их знает, что у них происходит в голове. Вот. Я сделала его немного задекорированным, чтобы не так сильно было страшно. Ну, вот весь он блестит драгоценностями. И когда думала, что же сделать из этого черепа, я для себя решила сделать подставку для карандашей. Вот сюда. У меня дочка как раз любит рисовать, то есть для нее это очень интересно. Первый у меня улетел, не очень хорошо в окне. Вот таким образом они стоят, втыкаются. И такие волосы появляются у черепа, обрастает он. Ручки-карандаши можно будет сюда ставить. Ну, в мастер-классе я также с вами поделюсь еще другими идеями, как сделать из этого черепа копилку. Тоже вполне логичный, на мой взгляд, логичное применение для него. Череп, в который можно собирать денежки. Вот. Либо сделать шкатулкой, чтобы мозг у него, черепная коробка открывалась, а там можно складывать тоже какие-нибудь драгоценности. Вот. Ну, о всех нюансах и какого цвета, может быть, как это все тонируется, мы поговорим на самом мастер-классе. Для всех, у кого есть вот такие-таки же необычные порывы создать, может быть, когда-то мы и целого скелета создадим из этих запчастей. Вот. Я думаю, что есть такое, хоть и ограниченное применение для таких вещичек, но, как минимум, это очень интересный опыт и есть любители и таких вещей, и мало кто их делает. Ну, теперь у нас есть такая возможность. Самое главное, что я придумала, как сделать череп жестким. Он все сделано из фома, но нужно было придать фому жесткость. И придумала, как собирать этот каркасик, сделать лицо. Все будет очень простое. Буквально несколько деталей приклеиваются, и вы увидите, насколько все просто. В результате оказывается, и можно вполне сделать вот такую голову. Ну, а может быть, потом вы украстьте ее водорослями, покрасите, может быть, в белый цвет, чтобы выглядел череп как настоящий, как вытащенный из воды. Я думаю, что вполне может он найти свое применение в театре, в каких-то постановках, когда не нужно вам будет искать готовый череп, не нужно ничего покупать сами. Буквально за полвечера вы сможете создать вот такую красоту. Причем можно будет сделать из него еще и светильник. Я тоже об этом буду рассказывать. Так что, может быть, кому-то захочется сделать такой ночничок. Ну что же, не бойтесь реализовывать даже самые экстравагантные идеи. Умейте смотреть на жизнь с разных сторон, и пусть она у вас сияет самыми разными красками. Получайте удовольствие, получайте адреналин от своего творчества, и дарите положительные эмоции всем, кто находится вокруг вас. Я желаю вам приятного творчества, и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok